Господин Александров, вот вы руководите отделом по отношениям со странами Прибалтики в институте стран СНГ. Ну ладно, страны Балтии вы обозвали советским кличкой Прибалтика. Так какой же тут страны СНГ? В отличие от Грузии, Литва, Литва и Эстонии даже не входили в СНГ никогда. Ну правильно, но они входили в Советский Союз. Мы рассматриваем эту территорию как часть постсоветского пространства. Тот факт, что эти страны сейчас члены НАТО и члены Евросоюза, еще ни о чем не говорит. Как не об этом и говорит? Потому что мы близки очень культурно, экономически, ментально даже, понимаете? То есть вот так взять и разорвать живую ткань ведь нельзя. А потом никогда не бывает в истории вечных союзов, коалиций. Вы же это прекрасно знаете. Вот и Советский Союз закончился. Спасибо, пожили. Теперь мы в НАТО. Точно так же и НАТО не вечно, и Европейский Союз не вечно. Видите, уже Великобритания подумывает о том, чтобы выйти из Европейского Союза. Греция непонятно, удержится ли Греция в еврозоне. Там нарастают на Западе очень серьезные негативные процессы. И главное, серьезные аналитики не видят, как это реально можно остановить, эти негативные процессы. То есть будет изменение баланса мировых экономических сил, а затем последует изменение баланса мировых политических сил. А это, как вы знаете, всегда ведет к изменению геополитической конфигурации в различных районах мира. Так что, как говорится, еще не вечер, и что будет в конечном итоге в Европе, никто не знает. И, по крайней мере, мы, так сказать, желаем поддерживать с Прибалтикой, с нашими бывшими республиками, хорошее отношение. Не признавая оккупацию, вы, значит, эти самые хорошие отношения поддержите. Ну, что вы привязались к этой оккупации? Да это же просто же, это основа основ и квинтэссенция квинтэссенции. Ну, это у недалеких людей основа основ. Прибалтика в составе Российской империи с 1721 года. За это время огромные здесь были сделаны инвестиции. Этот регион процветал. Россия столько много сделала для этого региона. Почему он зацикливается на каких-то двух годах? Сороковой, там, частично 41-м. Это не два года, это 50. Нет, понимаете, уже в 44-м году Советский Союз освободил Прибалтику. Он спас народа этого региона от уничтожения. Понимаете, то есть всего два года вот эти противоречивые, которые были в наших отношениях, ну, на фоне всего огромного периода, когда мы жили вместе. Ну, это же мелочь, надо об этом забыть.